Уоррен Баффет отлично чувствует себя даже в эру ковид. За второй квартал его прибыль выросла на 87%. Один из богатейших людей планеты дал 5 советов, которые помогут каждому обернуть кризис себя на пользу и сохранить сбережения в это непростое время. Приветствую на канале Заметки Миллионера. Вы еще не с нами? Тогда самое время подписаться на канал и узнать, как стать действительно богатым. Коронавирус и вызванная им рецессия в той или иной степени отразились на всех инвесторах в мире, в том числе и на Уоррене Баффете. И все же он сумел быстро сориентироваться в новых пандемических условиях. Вот что он посоветовал делать, чтобы справиться с финансовым кризисом. Всегда будьте готовы к худшему. В прошлом году Баффет предупредил о грядущей мегакатастрофе. Это будет полной неожиданностью, которая затмит разрушительные ураганы Катрина и Майкл, отметил тогда Баффет в письме акционерам Бергшир. В одном из своих мартовских интервью инвестор сказал, что всегда чувствовал, что когда-нибудь случится пандемия, пишет Манивайс. Баффет понимал, что его страховой бизнес понесет огромные убытки, но он также был уверен в том, что уже на следующий день все его страховые компании во главе с Гейка будут готовы к работе. Как воспользоваться советом Баффета? Можно быть готовым ко всему, застраховав свою жизнь. Это обеспечит финансовую защиту вашим близким. В разгар пандемии особенно актуальным стало страхование кормильцев семьи. За последние несколько лет уже стало обыденностью то, насколько часто мы слышим о криптовалютах. А ведь они могут стать отличной страховкой для каждого в будущем. Только посмотрите, как изменилась цена биткоина за последние несколько лет. При этом не забывайте, что существуют и другие перспективные монеты, которые могут уберечь вас от кризисных ситуаций. Такой монетой может стать Криптон от Утопия, проекта, основанного на свободе, анонимности и отсутствии цензуры. Он предназначен для безопасного общения, анонимных платежей и действительно свободного интернета без границ. Разработка исходного кода Утопия велась с 2013 года, а Криптон — это платежная единица с уклоном в безопасность личных данных. Никто не сможет отследить вашу личность, сумму перевода или получателя, а нынче это чрезвычайно важно. На рынке криптовалют Криптон появился только в сентябре этого года, но уже находится в списке двух бирж, а это значит, что монеты можно безопасно продавать и покупать, и вас никто не обманет. К тому же следить за ценой Криптон можно на известном сервисе CoinMarketCap, что поможет вам быть в курсе роста монеты. Не упустите возможность инвестировать в свое будущее благодаря монете Криптон и проекту Утопия. Ссылку для дополнительной информации оставлю в описании. Совет номер два. Не наращивайте долги на кредитных картах. Во время пандемии многие лишились работы и оказались вынуждены накапливать долги по кредиткам. Баффет понимает, что во время финансовых трудностей люди будут прибегать к кредитным картам, но предостерегает от того, чтобы использовать кредитку как копилку для облав. Во время собрания акционеров Баффет рассказал о друге, у которого была задолженность по кредитной карте под 18% годовых. Он попросил совета у Баффета, как быть с этой задолженностью. «Если бы я был должен деньги под 18%, первое, что я сделал бы, это выплатил бы их», – сказал Баффет. Воспользоваться советом Баффета можно так. Когда задолженность по кредитной карте становится непосильной, нужно прежде всего консолидировать долг по более низкой процентной ставке. Совет номер три – осознанно выбирать акции. Кризис с вирусом нанес огромный ущерб целым отраслям – розничной торговле, ресторанам, индустрии развлечений, авиаперевозкам. Баффет владел несколькими авиакомпаниями, но когда в разгар карантина бумаги сильно упали в цене, то не побоялся продать их. «Авиационный бизнес, я могу ошибаться и надеюсь, что ошибаюсь, сильно изменился», – объяснил он акционерам Бергшир причину продажи бумаг авиакомпаний. Как воспользоваться советом Баффета в этом случае? Инвесторы, которые делают осознанный выбор, всегда будут вознаграждены. Даже в условиях коронавирусного хаоса фондовый рынок дал прекрасные возможности для получения прибыли. А еще два совета от Уоррена Баффета вас ожидают далее, а я напомню, что помочь каналу можно простым способом. Если видео окажется полезным и вы хотите увидеть еще больше полезной информации, сразу же после окончания ролика поставьте палец вверх. Так я понимаю, что стараюсь не зря и буду продолжать создавать новые видео для вас. Совет номер 4. Придерживайтесь долгосрочного плана. Баффет уверен, что экономика США оправится от кризиса COVID-19. По сути, ничто не может остановить Америку, сказал он на онлайн-встрече. Американское чудо, американское волшебство всегда преобладало, и оно будет повторяться снова. Однако восстановление, по его мнению, может быть долгим. Инвесторы получат хороший результат, если акции будут держать в долгосрочной перспективе, резюмировал инвестиционный гуру. Воспользоваться этим советом от Баффета можно следующим образом. Инвестируйте и покупайте акции на длительный срок. Если не уверены в собственных силах, воспользуйтесь рекомендациями специалистов. Правильно распоряжаться своими деньгами крайне важно. В одном из предыдущих роликов на канале я рассказывал о других, очень полезных советах Баффета о том, что можно и нельзя делать с деньгами прямо сейчас. Я оставлю ссылку на это видео в описании и обязательно советую тоже его посмотреть. Финальный совет звучит так. Воспользуйтесь всеми преимуществами низких ставок. Баффет видит фантастические возможности для заемщиков в 2020 году благодаря Федеральной резервной системе. По его словам, ФРС поступила правильно, снизив для поддержки экономики ключевую процентную ставку почти до нуля. Вслед за ключевой ставкой по принципу домино упали и остальные ставки по всей экономике. Это очень хорошее время для займа денег, сказал миллиардер во время онлайн-собрания акционеров Беркшир Хэрэвей. Как воспользоваться советом Баффета? Если вы покупатель жилья или выплачиваете ипотеку и имеете хорошую кредитную историю, то выберите пока не поздно одну из самых низких ставок по ипотеке. Можно взять новый потечный кредит или рефинансировать имеющийся по более низкой ставке. Являются ли подобные советы полезными для вас, дорогие зрители? Оставьте ваш комментарий под видео, ведь именно вы влияете на то, о чем мы говорим здесь на канале. Моя цель – 200 тысяч подписчиков к концу года, поэтому если вы еще не со мной и хотите поддержать канал, кликайте на кнопку подписки и включайте уведомления. Я буду очень благодарен вам за это. На сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Это канал Заметки Миллионера. Ты можешь стать богатым.